История бодеги Маркес де Мурьетта неотделима от истории вин Риохи. Этот знаменитый испанский винный дом известен не только на своей родине, но и далеко за ее пределами. Когда приезжаешь в провинцию Ла-Риоха, то достаточно сложно выбрать бодегу, которую посетить, особенно если у тебя буквально есть несколько дней. Почему? Потому что здесь сотни бодеги, все они достаточно достойные. Но мой выбор в данном случае пал на Маркес де Мурьетта по нескольким причинам. Во-первых, Маркес де Мурьетта, я имею в виду не бодега, а основатель бодеги, сам маркиз. Это один из тех, кто основал собственное виноделие в регионе Риоха. А во-вторых, это лучшая вина, это вина, которую получили в гиде Паркера 100 из 100 баллов, что случается крайне редко. Ну и естественно, что это нельзя было пропустить. Бодега названа в честь Лучиана Мурьетта, маркиза де Мурьетта, который считается отцом современного виноделия Риохи. После службы в испанской армии король подарил ему поместье и земли на юго-востоке Лагрони, где Лучиана в 1872 году посадил знаменитый виноградник вокруг поместья Игань. Проведя три года во Франции, в Бордо, он многое узнал о новейших французских технологиях виноделия, которые потом стал внедрять и на собственное виноделие. Лучиана Мурьетта много экспериментировал с выдержкой вина в дубовых бочках, и первые удачно созданные им красные вина сразу же были экспортированы на Кубу, где получили огромный успех. Такое признание воодушевило маркиза, и он с энтузиазмом продолжил свою работу. Через некоторое время его вина отправились в Париж, где в 1878 и 1879 годах завоевали одну золотую и две серебряных медали, удивив тем самым даже бывалых французских виноделов. Винодельня Маркес де Мурьетта владеет тремястами гектарами земли, которые располагаются в южной части Риохи, в Альте. Это значит, что средняя годовая температура здесь намного выше, чем в других частях региона Риоха. 80% площади виноградника засажено сортами кемпромии, гарнача, грациано, мазуэла и виура, а также в небольшом количестве каверне-савиньон. Собственный виноградник гарантирует винодельне полный контроль над качеством собранного урожая и является ключом к неповторимому стилю вин. Маркес де Мурьетта. По прошествии многих лет наследие Лучиана де Мурьетта остается неизменным, даже несмотря на то, что владелец у Бадеги давно поменялся. В 1983 году семья Сибриан-Сагарига становится владельцем поместья. В 1996 году глава семейства Грахс-Сагарига умирает и Бадега переходит его 25-летнему сыну и Сенте Сибриан-Сагарига граф Крейскель. В 2007 году молодой граф начинает масштабные работы по восстановлению замка Игай, которые завершились в 2014 году открытием новой винодельни. В настоящее время на территории поместья строятся два новых производственных зданий, открытия которых запланированы на вторую половину текущего года. К этому времени владелец Бадеги планирует завершить этап полного обновления исторического винодельческого хозяйства. Вот так началась новая эра в истории бренда Маркес де Мурьетта, основной философией которого является стремление к качеству и совершенству через традиции и инновации.